Срочные новости, ребята! Буквально два часа назад Blizzard анонсировали фреш-сервера в Raz of the Leech King Classic, который еще не вышел, как вы понимаете. Но, как только выйдет припатч в Raz of the Leech King Classic, Blizzard параллельно с этим запускают свежие сервера. И, как ни удивительно, я посмотрел тут быстренько Reddit и нап-клапы, комменты всякие, этого достаточно, чтобы воодушевить людей и заставить их хотеть играть в игру, в которую они не хотели играть. Видимо, по той причине, что старые сервера пропержены RMT-шниками и задротами. Или я не очень пока понимаю посыл, пишите в комментариях, что вы думаете. Но Blizzard не только радует тех, кто хочет играть с RMT-шерами и людьми, которые все выдрочили, но и, кроме того, и, наверное, в первую очередь, они решают большое количество своих личных проблем. Личных проблем, ну, наших общих, ладно. Во-первых, это, естественно, перенаселенные евросервера. И американские сервера там. Есть вот эти центры силы, где играет огромное количество людей, очереди, все дела. И будет, без сомнения, на новых серваках то же самое, но тут будут как бы и старые серваки, где будет дофига людей, которые остались. Но часть людей все-таки уйдет на новые. Пусть они даже в итоге все соберутся снова на один сервер и будут там сидеть, но это уже будет два больших сервера. Хотя в Европе сейчас несколько, так что я думаю, что несколько будет и новых. Ну, в смысле, несколько больших новых. Кроме того, новым игрокам, которые не играли в классику раньше, но хотели попробовать в Вотлг, действительно приятнее начинать. Эти комментарии уже буквально сейчас видны. То есть люди пишут, не хотел играть с теми, кто уже одет и так далее, но хотел играть в Вотлг. Спасибо, Blizzard, это идеально. Вот сейчас вот пойду, не буду чувствовать себя ущербным из-за того, что у меня нету фулл-тир-6 на четырех персонажах и 500 тысяч голды в запасе, начиная с Burning Crusade, и вот прям начну по новой ворваться. Отлично, большое вам спасибо. Ну и, конечно, то, что вот из предыдущего пункта выходит, это Blizzard решает вопрос с RMT-шерами, потому что на эти новые сервера будет закрыт трансфер, там, короче, вот эти все операции, они не будут сообщены с другим миром, новые сервера в течение 90 дней, как минимум. И получается, что Blizzard берут кусок людей с тех серверов, где бы люди пользовались услугами RMT, да, или там просто друг другу голду передавали и так далее, и пихают этих людей на новые сервера. И получается, что, как бы, ресурсов накопленных на старых серверах остается больше, цены падают. RMT-шеры, которые ждали Вотлга, не знают, что делать, ну, вернее, знают, что делать, запускать ботов. Кстати, у меня скоро будет выпуск про ботов, если вы хотите. Хотите выпуск про ботов? Я тут записал, у меня было эксклюзивное интервью. Вот, так что, да, внезапно, если вам интересно, там есть интересные моментики. Ну, и кроме того, на этих фреш-серверах, как мне кажется, будет больше ощущение вот того самого Вотлга как раз, потому что, допустим, начинать врываться на сервак, типа, выходит при патче, у чуваков сразу прокает ачивка чокнутый. Или ачивка чокнутый требует еще каких-то реп из Вотлга, я не помню. И это, типа, ну, как бы шляпа, то есть люди подготовились, зная уже заранее все. Сейчас, как бы, люди снова будут все заранее знать, но они уже не успеют особо подготовиться. Хотя, конечно, не совсем понятно, какой промежуток будет между выходом при патче и стартом Вотлга. Если он будет слишком большой, то самые задроты все равно все на задроте. А если он будет слишком маленький, то незадроты не успеют докачаться до 70-го перед релизом. Так что... Кстати, кстати, еще я думаю, что фреш-сервера заодно Близзард сделали для того, чтобы время потянуть. То есть они такие, вот, покачайтесь, пожалуйста, месяца полтора еще вот при патче тут дополнительно мы вам решили сделать. Может быть, два, может быть, три. Как раз, как мы знаем, Вотлг выходит в начале 2023 года. Это моя личная информация, Близзард со мной не согласны, но уверяю вас, они перенесут релиз. А, кстати, у них есть еще два забавных предложения в этом блюпосте, в котором они анонсируют, собственно, фреш-сервера. Ну, то, что фреш-сервера будут. Мы надеемся, что наличие других людей, которые развивают своих персонажей, поспособствует желанию игроков развивать своих персонажей в подземельях. То есть они такие, боже, вас же сейчас будет достаточно на новых серверах, давайте бустов не будет, потому что магов прокачанных нету. Ну, или будет, но чуть позже, через неделю. Пожалуйста, давайте вместе ходить в данжи. Типа, не как будто бы вас маги бустят в данжи, а просто будем ходить туда сами, друг с другу, в пати. Мы вас умоляем. И второе предложение. Мы надеемся, что по мере приближения враслоза Лич Кинг Классик игроки распределяются по всем доступным игровым мирам. Близзард, это так не работает. Это мета. Вы знаете, как работает мета, и мета, касающаяся игровых серверов, работает точно, мать ее, так же. Никто, буквально никто, не распределится по всем имеющимся игровым мирам WoW Классик. Нет. Я не знаю, как это победить. Ну, то есть, никак. Так, ответ никак. Это, я, я, я хз, что еще можно с этим сделать. Поэтому игроки не распределятся. Игроки все попрутся на один сервак на какой-нибудь, европейский, один американский. Ну, их там будет много, потому что... Я сейчас еще организую голосовалку. Посмотрим, как много людей вообще, ну, собираются именно на фреш-сервер теперь. Интересный, кстати, вопрос, будет ли в русскоязычном регионе фреш-сервер. Я думаю, что если и будет, то игроки решат, что они туда не пойдут. Потому что нафиг им это надо. Ведь этот сервер умрет, как на вечном сезоне мастерства. И поэтому, типа, нахрен надо. Давайте все набьемся на евро-сервак. И, возможно, Blizzard это учтут. И не будут нам запускать сервер. Ну, есть, правда, еще одна причина, по которой они, возможно, не захотят запускать руссервер. Такая вот причинка есть, да, у нас одна. Не будем о ней говорить. Там же будет потом трансфер. Нормально, нормально. Хотя, с другой стороны, вот свестника этого грома, по-моему, называется, да, на сезоне мастерства руссервак. Там они трансфер так и не открыли. Я-то говорил, я вам говорил, ребята, какая разница, умрет и умрет. Просто можно будет трансфернуться. Не так-то это и дорого. А Blizzard, прости, Пептар, иди в жопу. Мы не откроем трансфер, просто до свидания. Сиди на своем русском серваке мертвым. Поэтому я, как-то уже не очень, тоже доверяю Близзам. И, как вы понимаете, это немножко ломает мои планы. Потому что я-то собирался играть на пламягорь, если за Орду, а если за Альянс, то на евросерваке. Возможно, я в любом случае пойду на какой-нибудь евросервак. Но, опять же, если это будет Орда, то я постараюсь пойти к Русской Зисней Гильдии, Альянс к англоязычной. У меня были еще идейки. Я их не буду сейчас спойлерить, хотя, скорее всего, они обламываются. Из-за того, что, да, я собираюсь качаться на фреш-сервере, наверное, потому что вот свежий воздух, знаете, свежий воздух. Хоть я и хотел 7 июля уже стартовать прокачку, потому что с 6 мы выбираем мне класс, и я мог бы уже начать. Но, наверное, я подожду все-таки, когда Близзард запустит фреш-сервера, и начну там будет. Вот это вот дрочиво в начальной зоне. И вообще прокачка приятнее, понимаете, на старте, когда ты вместе со всеми качаешься. Вы можете ходить по инстам вместе весь, вот эти шмоточки, ты лутаешь какую-нибудь синьку на самом старте, и ты реально становишься круче. Вот это офигенное ощущение начала прокачки в классике. Пускай она и сейчас более быстрая, чем в классике, ну и что? И в БК, кстати, я спросил, сказали, что там процентов на 30 быстрее качаться. Напишите, кстати, так это или нет. Это тоже здорово, потому что прокачка в БК это какая-то тушнина. Я не знаю, что не так с Берн Крусейдом. Загрин Форест, или как он там, Загрэш Форест, короче, этот лес с грибами. Просто я... В общем, это все, что я вам хотел сказать в этом внезапном срочном видео. Единственная просьба, ребята, снизу ссылочка на Сирус в описании. Сегодня просто вышло еще одно видео, но это видео как бы срочно. Оно сейчас перебьет то, и там все равно мало просмотров. Короче, перейдите, пожалуйста, по ссылочке. Там как бы Сирус, да, все дела. Классный проект! Сирус, вы че... Конечно! И вообще, предыдущее видео, пиповости, тоже сегодня вышло. Ну, хотя, я не знаю, я успею до полуночи это выложить или нет. Короче, вот, совсем недавно вышло. Посмотрите его! Там интересно! Про Близзард, про донат в Диабло 4, про Авервотч 2, Адат и релизы у нас вообще-то есть. И всякое такое! Почему там так мало просмотров? Камон! Так что давайте, идите туда! Будьте так любезны! И спасибо большое Бихелит Джекс... Что ж такое? Бихелит Зоду Джексону, Айна Коджи, моим самым любимым подписчикам, целую вас нежно в лобик, и в конце я вам должен что-то показывать. Нет, вы че? Я уже больше не могу, это невозможно. Ароматическая свеча! Если вы хотите порадовать девушку, если вы пригласили ее домой, и хотите... О, господи, как она моя... Как долго не кончать, короче? Вот это нюхайте, и прям отлично. Хватает вас минут на пять. Железно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok